Всем привет! Хочу записать классический рецепт нашего любимого хлеба. У нас хлебушек вчера вечером испекла, но уже, вот видите, почти 1 трети нет. Нужно замесить в следующую буханочку хлеба. Так как она у меня отстаивается 8 часов, мне нужно замесить сегодня утром. Главное, правильно распределить время. Значит, утром я замешиваю тесто. Мне понадобится кипяченая вода или родниковая, закваска мне понадобится, на цельнозерновой муке закваска, соль, мука, цельнозерновая мука, которую я все время использую, масло любое, ну, соответственно, тесто замешивающее устройство. Обязательно мне нужны весы. И вот, ну, нужна мне столовая ложка и чайная ложка. Ну что, приступаем. Первым делом мне нужно сейчас завесить воды. Ставлю на весы емкость. И наливаю, мне нужно 300 грамм воды. Можно кипяченой воды или можно родниковой чистой. Иногда и так, и так использую. У меня хорошо подходит. Так, воды налила много. Дальше я опять обнуляю. И вот такой лопаточкой я часто использую. Значит, мне нужно отмерить где-то примерно 86-90 грамм закваски. Я ее отделяю. Вот такая прям плотненькая у меня. Потому что из холодильника. Ну, вот как раз ровно 86 грамм закваски. Остальную закваску я убираю в холодильник. Теперь мне нужно тщательно перемешать воду и закваску. Ставлю чашу. И тщательно перемешиваем. Я прям на двоечку ставлю. И тщательно мне нужно перемешать. Нам нужно отмерить 100 грамм цельнозерновой муки или ржаной. У меня вот такая цельнозерновая. Ну, вот. 100 грамм муки мы отмерили. Ну, вот. Закваску я размешала с водичкой. Теперь время добавлять цельнозерновую муку 100 грамм. Честно, я ее даже не просеиваю, потому что ее невозможно просеять через вот эту вот. Ну, трудно. Я не заморачиваюсь. Эть. Эть, эть, эть. Высыпали 100 грамм муки. И продолжаем замешивать, но уже на единичке. Продолжаю вымешивать. Уже вот на таких маленьких оборотах. Сейчас все перемешается у меня. Иногда по бокам вот здесь так муку собираю в центр, чтобы хорошо тщательно перемешалось. И опять включаю. Мы перемешали почти до однородной консистенции. Ну, даже если остались комочки, ничего страшного. Теперь нам нужно снова отмерить муки. И нам нужно теперь отмерить вот такой пшеничной муки. Я беру макфа. Знаете, на что обращаю внимание часто? При покупке муки я обращаю внимание на количество белка в муке. Чем выше, тем лучше. И теперь отмеряем 300 грамм муки высшего сорта. Ну вот. 300 грамм отмерили. Затем просеиваем и добавляем в нашу уже готовую смесь. Вот белую как раз-таки я хочу просеять. Просеяли белую муку. Получилась такая пушистая горка у меня. И теперь хорошенечко промешиваем на небольших оборотах. Тоже практически до однородной массы. У меня все промешалось. Заготовка на хлеб у меня даже отстает от металлической вот этой вот штучки. Сейчас покажу, как она у меня выглядит. Смотрите, у меня практически тесто отстает от металлической этой штучки. Все осталось там. Такой прям консистенции плотной даже получилось, можно сказать. Вот. Выглядит вот так. Я с краешков собираю. Максимально тесто собрали в центр. Теперь беру мешок. Накрываю чашу. Накрыла чашу мешком. И оставляю на час. То есть сейчас час тесто выстаивается. Когда час прошел, напоминаю, здесь нет соли, масла, здесь только вода и мука. Ну и, естественно, закваска. Теперь нам сюда нужно добавить чайную ложку соли. Добавляю. Без горки. Столовую ложку оливкового масла. Прямо вот так вот ее по краешку. А теперь продолжаем перемешивать. Мешаю примерно 3-4 минуты, потом еще буду домешивать руками. На маленьких оборотах, на единички, все перемешиваю. Тесто пластичное, отлипается от стенок очень хорошо. Продолжаем месить еще минутку. Обратите внимание, когда перемешивается, тесто как будто тянется волокнами. Поэтому нужно делать на небольших оборотах, чтобы хорошо промешалось, эти волокна вот так вот прям растягивались. Не засекаю точно 5 минут или 3 минуты я мешаю. Все зависит от теста, от температуры в комнате. И вот продолжаю перемешивать, чувствую, когда чтобы была такая однообразная консистенция. Тесто однородной консистенции. Вот оно даже снимается. Видите, как будто прям вот нитками оно все как будто внутри. Вот. Я аккуратненько сняла. Теперь сейчас подмешаю вручную тесто. Подмешиваю тесто я на деревянной круглой доске, мне так удобно. Делаю это в перчатках. Необходимо посыпать доску мукой. Теперь тесто мы выкладываем на доску. Не торопясь, спокойно. Переложили тесто. А теперь я тихонечко тесто хочу подмесить еще руками. Тесто должно быть мягкое, сильно мукой его забивать не нужно. Оно прям такое мягонькое. Прям вот видите, оно прям такое пушистое-пушистое. И оставлю. Накрываю, чтобы оно сохраняло свой температурный режим. 30 минут еще. Когда делаете хлебушек и вообще, когда готовите, всегда нужно делать это в хорошем настроении. Прошло 30 минут. И я подмешиваю первый раз тесто. В помощь мне лопатка. Я его переворачиваю, потому что мешу всегда вовнутрь. Напоминаю, мукой его забивать не нужно. Подмесили немножко. Подсыпаю чуть-чуть муки. Накрываю и оставляю еще на 30 минут. Прошло 30 минут. Нам нужно подмесить тесто во второй раз. Также аккуратненько поддеваю лопаточкой и переворачиваю тесто. И подмешиваю. Без фанатизма. Немножко подмесила тесто. Оно такое мягонькое. Все время вот так вот как бы вовнутрь его. Накрываем и оставляем еще на 30 минут. Пока мы ждем, мы подготовим емкость для расстойки теста. Для расстойки теста мне понадобится вот такая примерно форма. дырочки для того, чтобы тесто дышало. Беру чистое полотенце и аккуратненько застилаю. Застилаю вот так вот прям. Все. Теперь мне нужно это место очень хорошо присыпать мукой. Прям плотно-плотно-плотно мукой присыпаем. Емкости для расстойки теста можно купить, например, на Валборисе есть или в магазине Икея. Но если нет, то можно воспользоваться вот таким обычным способом, как у меня. Ткань забили мукой хорошенько и оставили пока. Прошло еще 30 минут. Мы переворачиваем тесто и уже, честно говоря, не подмешивая его, я прямо-таки беру и вот таким образом заворачиваю конвертиком и такую заплетаю легкую косичку. Где-то я это подсмотрела, не помню, но делаю практически со всеми своими буханками хлеба. И так вот в легкую заворачиваю. Завернула. И вот этой вот стороной я уже готова положить форму для расстойки теста. Аккуратненько выкладываю свое тесто. Присыпаю мукой. Обильно присыпаю, не жалею здесь муки я. Присыпала. И теперь заворачиваю свою лялечку. Заворачиваю аккуратненько. Так. Завернула. Беру обычный пакет. У меня желтый для хорошего настроения. Убираю форму вместе с тестом в мешок. Аккуратненько так слегка завязываю. В таком виде тесто я отправляю в холодильник минимум на 8 часов. Ну, максимум двое суток, не больше. Тесто я храню на первой полке до момента выпечки. Оставляем. Для выпечки нам понадобится сковородка или что-то подобное. У меня чугунная. Ручку я убираю. На крышке у меня была пластиковая ручка. Я ручку скрутила. Ложу в пергаментную бумагу или можно просто присыпать мукой. Кому как удобно. Мне удобна пергаментная бумага. Теперь нам нужно нагреть духовку до определенной температуры. Включаю духовку. Верхний и нижний тен. У меня электрическая. И выставляю 225 градусов. Жду, когда погаснет лампочка, значит, она у меня нагрелась. Когда духовка почти нагрелась, вот она отключилась, мне нужно разогреть вот эту емкость. Поэтому я буквально на минуточку, на две ставлю, разогреваю емкость для выпечки хлеба. Тем временем достаем заготовку для хлеба. Она у нас примерно простояла часов 20 в холодильнике. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Привет, хлебушек! Привет! Видите, он поднялся немножко, забрал лишние остатки муки и весь такой приподнялся. Достаю форму уже нагретую горячую. В горячую форму перекладываем хлебушек. Аккуратненько переложили хлебушек в горячую форму. И ножом я делаю небольшой надрез под углом 45 градусов. Вот так сделали надрез. Затем быстро закрываем аккуратненько форму. И также быстро эту форму нужно отправить в духовку. Ровно на 10 минут. Засекаем 10 минут. Ровно через 10 минут убавляем температуру. Температуру нужно убавить до 200 градусов. При этом духовку открывать совершенно не нужно. 20 минут духовку вообще открывать нельзя. прошло 20 минут и нам нужно открыть крышку сковородку. Вытаскиваем хлебушек. Снимаем крышку аккуратненько. Убираем крышку и еще отправляем на 10 минут без крышки. Ровно еще 10 минут. прошло 30 минут и мы достаем наш хлебушек. Достаем хлебушек и выкладываем его на сеточку. Не забываем выключать духовку. Все готово. Я подготовила специальную сетку и достаю хлебушек. Хлеб еще будет доходить в течение часа. Его резать нежелательно. Вот таким образом я раз и переложила. Хлебушек готов. Если поближе его послушать и рассмотреть, он еще готовится. Каждый раз хлебушек разный получается по форме и виду. Индивидуальный. Ну что, ждем теперь, когда он остынет и посмотрим, что внутри. Прошел примерно час. Давайте взвесим хлебушек. Хлеб почти остыл. Булка получилась 740 сейн, ну почти 750 грамм. Теперь давайте его разрежем, посмотрим, что внутри. Я люблю резать на деревянной доске. Обычно режу ножом-пилкой. вот такой хлебушек у нас получился. Еще даже не до конца остыл, видите, пар идет. Хрустящая корочка. Вот такой хлебушек приятного аппетита! аппетита!